В Кирове прошел финал Киберолимпиады. Другими словами, турнир среди любителей компьютерных игр. Мероприятие напрямую со спортом пусть и не связано, но по накалу страстей и поддержке болельщиков напоминало настоящую спортивную борьбу. Пусть и при помощи клавиатур и компьютерных мышей. Почему представители власти впервые встали на сторону любителей виртуального мира, узнал Дмитрий Житарчук. Герой одной из компьютерных игр за спиной участников соревнований это, что называется на их сленге, не глюк, а всего лишь антураж Киберолимпиады. Но и наяву во время таких турниров виртуальный мир и реальный переплетаются, чтобы добыть заветную победу в командном засчете. Максим Новоселов с коллегами уже не один час ведут бой. Там, в закоулках мира вымышленного. Возвращают к реальности их разве что краткие напутствия судей и организаторов. Впрочем, Максим за свою психику уверен, любит больше настоящие спортивные игры. Это, конечно же, хобби, потому что у меня другое есть, футбол. Я занимаюсь футболом и после этого турнира я еду на игру. На протяжении трех месяцев сотни участников со всей области боролись за путевки на финал Киберолимпиады. Лучшие из лучших, всего 12 команд, сошлись накануне в Кировском доме молодежи. Организаторы уверены, это не пропаганда сидячего образа жизни и уход от реальности. Наоборот, попытка сплотить кировских геймеров. И что на первый взгляд необычно звучит, приобщить их к настоящему спорту. Для участников мы разыгрываем множество разных порезов от партнеров. В качестве партнеров к этому мероприятию сегодня мы привлекли такие организации, как спортивные залы, тренажерные залы, фитнес-клубы. Кстати, впервые за многие годы подобный турнир по компьютерным играм поддержали на самом высоком уровне. Киберолимпиада прошла при поддержке администрации города. Чиновников организаторы убедили не замечать эту категорию. Молодежь же сегодня бессмысленна. Конкретно предложили, давайте мы будем проводить и соревнования, то есть давать возможность ребятам действительно заниматься тем, что им нравится, причем на хорошем профессиональном уровне. И при этом показывать им, что помимо виртуального мира, есть еще реальный мир спорта. Помимо различных призов от партнеров соревнований, дополнительным стимулом к победе стал внушительный призовый фонд в 50 тысяч рублей. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича.